Конечно, меня восхищает режим, потому что никто не сомневался, что тот закон о полной анонимности судей, силовиков, росгвардейцев, ФСБшников, он то, что называется, пройдет, он проходит, успешно проходит. И это, конечно, совершенно офигенно, потому что это свидетельствует о том, что целиком страну можно повергнуть в состояние ИСС, то есть измененного состояния сознания. Это редчайший, уникальный эксперимент, который мы наблюдаем, и он получился, тут надо снять шляпу, удалось полностью переиначить, перевернуть реальность, потому что ведь ничье сердце не дрогнуло, никто не смутился. Когда взяли и нагрузили служителей закона всеми абсолютно внешними атрибутами бандитизма, бандитизма однозначного и откровенного. Вот остается им только вытравить отпечатки пальцев и набивать всякие крутые татухи этим силовикам. И здесь это все произошло с молчаливого, абсолютно феноменального согласия, потому что вот эта анонимность, эти маски, это нужно, чтобы грабить поезда и банки. Ну, так же и грабят людей. Только для того, чтобы, да, только для того, чтобы обносить музеи. Анонимность – это залог успешности в грабежах, кражах, убийствах, изнасилованиях. Это создает только комфорт при совершении преступлений. Вот маска, скрывающее лицо, фальшивые документы – это всегда был атрибут преступника. А правоохранители были антиподами этих преступников, которые выступали с открытым лицом. И взяли это так великолепно, перевернули, и никто не пикнул. При том, зачем эта анонимность нужна, кого им бояться? Режиссер Заманского с синими трусами. Кого им бояться, когда они видят абсолютно… Любовь Соболь приехала прямо на квартиру на Создальскую улицу. Ее даже оштрафовали за это на тысячу рублей. Я понимаю, но это манские два храбреца. Манский и Соболь, да? А все остальное – огромная, робкая, безоружная, деморализованная масса холопов-избирателей. Александр Георгиевич, а как тут возмущаться? Государство признало, что его силовые структуры и все вот эти вообще структуры официально являются бандитами, как вы сказали. Да, совершенно верно. Для кого-то это было сюрпризом? Им приданы даже внешние черты бандитских формирований. И объясняю, совершенно непонятно, кого бояться, потому что людям даже для того, чтобы купить, не знаю, там, гладкоствольный дробовик, надо собрать документов столько, сколько требуется для персонального обладания атомной бомбой.